Здравствуйте, мои дорогие друзья! Ну что, когда происходят такие события в мире, кажется, ну вот и кому нужны теперь эти цветы? Ну как же они поднимают настроение? Каждый листик вот такой великолепный, который распустился, и вот так сияет и блестит. Каждый листочек. А тут я еще и решила. Буду я рассказывать про цветы и одновременно про очень и очень эффективные приемы усиления иммунитета. Вот какую я порассадила традисканцию. Я хочу ответить на вопрос. Вот смотрите, я купила один череночек вот такой желтой, один череночек белой. Это в прошлом году. Вот у меня какая беленькая, пушистенькая. Желтая у меня очень много получилось. Я ее по горшочкам рассадила. И много получилось вот такой вот фиолетовой. Так вот, я хочу ответить на вопрос. Сколько штук у меня получится традисканции? В прошлом году было по одному черенку. И сколько из одного черенка вот за год вырастет, если не особенно стараться. Я же их не черенковала, а только-только начала. Вот смотрите. Вот так нарезала. Они укоренились. Я их рассадила. Потом еще раз вот от тех, которые уже укоренились, отрезала череночек. И вот так по кругу поставила укорениваться. То есть это такой прям круговорот черенков. Вот и расскажу, сколько у меня получится традисканции в результате. Не слишком напряженной работы. Потому что цветы это такая радость. Они так настроение поднимают. Каждый цветоносик. Ну какое же это чудо. Вот такой цветонос выпустила орхидея. Каждый листочек, который вот так купается в лучах солнца. Ну это же какое счастье. Вот так подойти к окну. И любоваться вот этой удивительной красотой. Там в кульке у меня листики бегонии укореняются. Сейчас эти бегонии покажу. Смотрите, какие огромные. Я их совсем недавно показывала. Буквально две недели назад. Ну красотища просто нереальнейшая. Я их через пару дней вытащу и покажу во всей красе. Вот это скорость роста. Так что нужно вовремя пересадить в больший горшок. Фиалки тут буйствуют просто листья. Вообще я не знаю уже. Столько отрезала, а они все равно. Вот это череночек у меня укоренился. Эшнинантуса дал ростик такой хорошенький. Вот здесь у меня афиландрочка. Ну красотка настоящая. И неужели гибискус будет свистеть? Я не могу поверить своему счастью. Просто-напросто. Этот гибискус я купила не просто на оценке. Их было там 20 штук. Начиная с января месяца. В дальнем углу. И их никто не брал. Вот они стояли такие вот перелитые, намокшие, несчастные. И вот с января их потихоньку-потихоньку разбирали. И я подумала, ну а я почему не беру? И последний я купила. То есть это был уже последний с этой оценки. Неужели он зацветет? Ну что, вот сколько интересных событий происходит в цветочном мире. А в нашем мире происходит какая-то круговерть очень пугающих событий. Но для того, чтобы не бояться, быть здоровым, нужно научиться улучшать свое здоровье. Очень простыми способами. Я хочу рассказать простейший способ, как слизистую носа сделать более здоровой. И это все проще простого. Когда вы умываетесь, нужно набрать в ладошку воды. Вымыть нос тщательно, а потом эту воду прям вот так вдохнуть в нос. Вот так из ладошки тепленькую. Защипет-защипет в носу, часть выльется. Ничего страшного. Еще раз повторить такую манипуляцию. Голову запрокинуть вот так, чтобы вода дотекла до рта. Ну вот вы почувствуете это все. Поначалу вам не понравятся ощущения, потому что будет щипать, будет не очень-то приятно. Но это всего лишь минутное дело. Это ничего абсолютно такого вот страшного. Но, самый главный момент, после этого всего нужно по мокрому носу, после того, когда вы его вот так тщательно вымыли, тщательно размочили, скажем так, по вот этому, по мокрой именно поверхности, тщательно намазать постным маслом. Налить в ладошку постного масла, тщательнейшим образом промазать. Вот. Вы удивитесь. Даже если у вас нет насморка, если у вас нет вообще, начнет что-то из носа выходить. И вот так раз за разом вы очистите нос, в носу станет настолько комфортно. Это просто какое-то блаженство. Насколько дышится легко. Насколько вообще... Ну, это совершенно другое ощущение комфорта. И не делать эту процедуру будет так же неудобно, как зубы не почистить. Вот зубы же вы чистите, да? И нос вот таким же образом. И таким образом слизистая очень хорошо восстанавливается и укрепляется. Потому что самая большая проблема слизистая, она пересыхает в сухом воздухе комнат. Ну, и даже если влажность хорошая, все равно. Вот эта процедура, она значительно слизистую оздоравливает. Просто в разы. Ну, каждый решает для себя, пользоваться моим советом, не пользоваться. Но если это делать, то улучшения будут значительные. А я вам желаю здоровья, не болеть, всего самого хорошего. Находить радость в жизни. И чтобы все у вас было замечательно.